Добрый день. Ну, вас представлять не нужно, поэтому мы сразу перейдем к вопросам. Ну, вы, наверное, в курсе, что у нас сейчас в городе закончился пятилетний срок уполномоченного по правам человека в лице Гуцая Павла Юрьевича закончился срок пятилетний. И вот сейчас предстоят выборы нового. Что вы, в общем, об этом вообще расскажете? И можете как-то итог деятельности подвести, и заодно поговорить о том, какими качествами должен обладать человек, который занимает эту должность. Это все-таки серьезно. Права человека – это очень серьезно в нашем городе. И в то же время, какие группы кого предлагают, если вы знаете об этом? Да, я читал. Знать так точно не вникал в это. Знал, что у Павла Буцая закончился срок, и сейчас законодательное собрание рассматривает кандидатуры, которые они представили. И губернатор представил, и, скажем, группы, заинтересованные группы депутатов ЗАГС. Вы знаете, что я хочу начать? Он Буцай, Павел Буцай, я лично с ним не знаком, но очень бы хотелось бы ознакомиться с его деятельностью за эти пять лет, что он был. Что конкретно он сделал? Кому конкретно он помог? И каким образом? Потому что помощь, сами понимаете, бывает разное. Можно взять ведро воды или ведро картошки отнести. И бабушку через дорогу перевезти. Это же помощь, да. А когда касается серьезных вопросов, у нас Севастополь погряз, ну, в проблемах. Севастопольцы, точнее. Севастопольцы и Севастополь погрязли. Те проблемы, которые нас сегодня, конечно, захлестнули. Это уже превратилось в систему, на мой взгляд. Относительно кандидатур, там, по-моему, Разблажаев губернатор лоббирует интересы лояльного Павла Буцая, который, я считаю, должен освободить, это мое личное мнение, освободить это место. Это не его. Он не является защитником прав и интересов жителей, да. Он не защищает. Второе, там, по-моему, Даниленко. Это военный бывший. Ну, по-моему, адмирал. Я его знаю. Он был представителем президента на выборах президента Путина Руденовича. Путина когда были, но я не вижу в нем того человека, который может вообще и по праву занимать эту должность. Потому что он офицер и кто о нем что-то знает. Кроме офицеров приближенного круга. Опять тоже лояльный. Дальше коммунисты кого-то выдвинули. Ну, Кушнер. И, как там называют, СМИ пишут, группа Чалова, да. Группировка Чалова. Тоже выставили какую-то женщину. Ну, одним словом. Юлия Петровская. Я не знаю, кто это. Но, опять же, я же не показатель. Ну, понятно. Может, она для города там сделала и защищают, ходят интересы. Ее защищают интересы, наверное, вот вашей подопечной, которую вы ездили снимали на Агентном. Я же не знаю этого. Вот. Ну, во всяком случае, я не вижу ни одного из этих кандидатур на должность уполномоченного представителя по защите прав жителей города. Севастополь. Какими качествами должен обладать уполномоченный по правам человека города Севастополь? Вы знаете, я... Ну, мои качества знаете, да. Я же у меня не человек, особенно если он чиновник или он представляет интересы. Совесть, честь, достоинство, справедливость. Вот. Но есть такие моменты, когда не депутаты и не губернаторы должны предлагать кандидатов, а именно должны предлагать севастопольцы. Я поднимал вопрос о том, что севастопольцы сами должны избирать мировых судей. Даже судей? Судей. Это есть закон, федеральный закон, где написано... Или же этих судей утверждают депутаты ЗАГС собрания, или же их избирают жители Севастополя на тех участках, куда эти судьи идут мировые. Баллотируются. Баллотируются. Ну, не баллотируются, а куда их назначают. Где-нибудь. Но я считаю, что их должны избирать. Вам, к примеру, назначили, там, у Лазарева, да, мировой судья. Пьяный ехал. И что толку? Ну, оставили, ничего нету, да. А если бы его избирали этих мировых судей-жители, я бы посмотрел, какие бы они законы принимали бы. Не законы, а определения суда, решения, да. И здесь то же самое. Я считаю, что именно избирать, избирать, то есть дали, то есть это должны быть выборы, ну, каким образом там или я. Ну, да. Путем голосования городского или еще какого-то из кандидатов должно избирать население города. То есть непосредственно, непосредственно те, чьи интересы этот человек будет представлять. Так же, как и уполномоченные по защите прав предпринимателей. Вы сегодня спросите, я фамилию даже не знаю, кто это и что он вообще сделал. Поэтому я принципиально не согласен с позицией губернатора и позицией депутатов законодательного собрания именно по этому вопросу. Ну, вы согласны со мной, что вот этот пост должен занимать человек, который бы находился в очень тесном контакте с губернатором? Потому что, вот вы знаете, я ездил на это выселение, да, и ничего не подготовлено. То есть говорят, детей отдайте на Пожарово, сами идите куда хотите. Я с вами не согласен. В первую очередь это должен быть человек, которому доверяют жители города. А губернатор, губернатор как исполнитель, он же губернатор кто такой? Он же исполнитель, он наемный рабочий, скажем так. Это мы его наняли, да? Ну понятно. Вот он должен тогда прислушиваться к тем людям или к тем представителям, которых мы избираем, народ избирает. Хватит уже тут в кошки-мышки играть и давайте ставить все на свои места. Почему я должен ходить к губернатору и просить? Я не обязан к нему ходить. Это он должен приходить к каждому из нас и спрашивать ребята, севастопольцы, что нужно, чтобы вы лучше жили. Ну да, но я именно хочу вам... Я не согласен с вами. Заострить внимание, какое я хочу. Именно о том, чтобы ситуации бывают различные. Жизнь такая, как говорят, жизнь прожить не поле впереди. Любой человек может оказаться под выселением что угодно. Мы обсуждаем выселение или лояльность к кандидатуру. Я хочу подвести заодно, чтобы высказать свою точку зрения, нашу точку зрения, чтобы правительство обратило на это внимание. Что должен быть какой-то фонд, хотя бы небольшой там. Я не знаю, сколько это квартир там или прочее. Есть же квартиры в городе, да. Просто взять, например, вот мать из пятеро детей, да. Не важно, права она там, не права. Она окажется сейчас, например, на улице, да. Может все-таки дать взять, учитывая то, что у нее пятеро детей и последнему три месяца. Взять и дать квартиру. Павел Евгеньевич, не согласен я с вами. Значит, у нас в Севастополе много семей многодетных, у которых нет жилья. Построить дом, дать всем квартиры. Позвольте, я закончу с вами. И учитывая наш человеческий фактор и то, что мы уже извращены как люди, да, это будет идти из злоупотребления. И за счет злоупотребления все начнут сейчас претендовать. Есть очередь. Она должна быть публичной. Сам факт выселения и за что ее выселят, я не хочу обсуждать. Но то, что ее не должны выселять с детьми и на мороз, я против этого. Так же, как я против того, чтобы ей предоставили в первую очередь жилье. Потому что есть люди, законопослушные, как и она, которые стоят в очереди. И я сомневаюсь в том, что человек здесь живет на протяжении всей жизни. То есть коренной Севастополе. Может быть это, я опять же говорю свое просто мнение. Я не знаю. Она может быть приехала в четырнадцатом году с Донецка, с Луганского, с Украины. Во всяком случае на Украину путь отрезвый. У нас у многих путь отрезвый. Поэтому я бы этот вопрос сейчас не хотел бы обсуждать. Если мы обсуждаем человека или кандидатуру на уполномоченного представителя по защите прав жителей города, то я не согласен с тем, что вот, пожалуйста, Буца лоялен, он заходит к губернатору. Он решает что-нибудь. Нет, я просто подчеркиваю свое мнение о том, что в первую очередь это должен быть человек, которому доверяют и которого избрали сами севастопольцы. Я с вами согласен, но я хочу сказать, что у Буца не было возможности отсчитаться. Мы не знаем моего деятельности. Мы не знаем, что он провел, как он провел. Опять вам возложу. Что значит у него не было возможности? Я не согласен с вашим. Отсчитаться он должен? Выслушать мы его должны, например? Ну это же не говорит, потому что у него не было возможности. У него возможности. Я говорю, я не знаю и вы не знаете. Я сказал, что нет у него, я не сказал, что у него нет возможности. Я сказал, что я хотел бы знать, что он это запускает публично. Не сядет перед камерой, запишет. Я такой хороший. Собери собрание. Скажи, севастопольцы. Я 5 лет на вас потрачил, работал на вас. Защищал ваши интересы, не спал, не доедал, похудел, здоровье подарал. Придите, я перед вами отчитаюсь и вы тогда будете знать, что, как, почем и чего. Согласен. Абсолютно согласен. Но я просто хочу маленькую ремарку ставить, что я знаю, что по российскому законодательству мать, которая родила и воспитала пятерых детей и более, это уже, там есть награда такая, награждение, материнская слава называется. Так вот, эта категория граждан пользуется внеочередным предоставлением жилья. Это я знаю точно, потому что даже господин Разожаев мне не даст это соврать, я у него лично был на приеме, и это было произнесено в присутствии специалистов. Я вам и хочу сказать. Вы были с женщиной, которая двадцать лет борется, не может... И ничего не получила. Да, и вы говорите, давайте мы этой женщине, которая двадцать лет борется, не дадим ничего, а вот этой вот... Я... ...наме дадим чего, да? Ну, хорошо. Например, вы губернатор, город от Севастополя. Палагенович, я не хочу обсуждать этот вопрос. Я хочу просто закончить в каком формате. Зная проблему, например, что у нас в городе находятся, будем так говорить, в нищете, живет там двадцать семей, в которых каждый воспитывается по пять, по шесть и более детей. Почему, например, не построить дом, да, там, может быть, с использованием материнского капитала, я не знаю, какая там форма может быть, не построить и не дать, в первую очередь, этим детям вот это жилье? Я думаю, это реально дело. Ну, я вам скажу свое мнение. Это говорит о том, что в Севастополе отсутствует внутренняя политика раз, и не работает правительство Севастополя, это два. Не работают общественные советы при департаментах, согласно постановлению президента Российской Федерации, это три. Так же, как законодательное собрание и первого созыва, и второго созыва наплевали на майские указы президента о том, что при законодательном собрании должен быть создан общественный совет. Они вообще считают, что он не должен быть. Поэтому мы сейчас с вами можем этот вопрос затянуть. Да, все угодно. Я, например, знаю семью, у которых шесть детей. Вот. Но им не дали жилье. Вот надо, чтобы дали. Надо, чтобы дали. Я еще хочу что сказать. Это отдельная тема. Я еще хочу сказать, что, согласны со мной, что бывает зимой, особенно в зимнее время, Погорельцы бывают. Сгорел у людей, дом сгорел или квартира сгорела. Какой-то должен быть фонд, на который могут временно там как-то переселить. Стихийные бедствия какие-то могут быть. Например, вот сейчас я знаю, что скоро на Котовском спуске будет, сейчас пройдут сильные дожди, и там будет стихийная бедствия. Мне уже звонила женщина Котовского 6А, и она сказала, что если пойдут дожди, наш дом поплывет. Это МЧС. Да. Ну вот. Это вопрос к МЧС. Я понимаю. Это возможно? Возможно. Значит, должен быть у правительства какой-то фонд, который они могут поселить. А Павел Георгиевич, завтра не будет продуктов питания в городе, и остров будет перекрыт. Ну-ка. Может такое быть. Что мы будем делать? Значит, должны быть деньги на закупку фига, а покупать нечего. Значит, должен быть госрезерв, как это было при Советском Союзе. Но его нету сейчас тоже. Но я не знаю, если его нет, но мы с вами опять же мы сейчас затрагиваем. Вот понимаете, мы сейчас с вами просто поболтаем, извините, по этому вопросу. Вопрос не решится. Если этот вопрос действительно серьезный, это надо садиться, этот вопрос не просто заниматься болтологией обсуждения, извините за это выражение, а уже выходить с конкретными предложениями. Давайте это сделаем. Средний вопрос. У меня, например, эти предложения есть, но мы-то обсуждаем сейчас не… Ну да. Мы говорим о том, что ситуация, ну непредвиденная ситуация, да, ну для нас, для там, севастопольцев, для губернатора, там еще для кого-то. Есть этот, как этот, по защите детей, да, тоже, по-моему, там, я не помню, что там у меня крутится. Много хочется сказать и заострить. Поэтому здесь должна работать команда. Команда этой нет. Есть 3000 чиновников, которые не нужны в таком количестве. Они не нужны. Даже опека та же. Если вы говорите о том, чтобы меня… Ну раз мы уже затронули этот вопрос, вот я видел видео, которое вы сняли. Меня поразил тот факт, что стояло там, по-моему, 4 или 5 женщин. Две женщины по форме ФССП, ну судебных приставов. И с опеки, молодые, моложавые такие, ну видно там, хорошо живут. И как они там реально, вот это вот, пытались выселить детей, забрать у нее этих детей под опеку. Мне это не нравится. Это женщины, они сами матери. Понимаете, должна быть просто, вот я еще раз подчеркну, совесть, честь, достоинство и справедливость. Ну я уволю за работу, не будет выполнять она команды руководства. Значит, этот вопрос, ну давайте обсудим этот вопрос. Ее уволят с работы, ей завтра скажут стрелять в нас. Будут стрелять. Многие будут стрелять. Ну а мне тогда наплевать на них, уволят ее или нет. Вот. Понимаете, да, это… Подождите, ну вы знаете, я все время сравниваю с Великой Отечественной войной. Зачем, почему тогда суд судил полицая? Почему суд им назначал лучшую меру наказания? Выселяли семьи, да, отправляли на войселки? На войселки. Так а чем тогда ситуация сегодня лучше? Ну история повторяется, это понемножку в другой форме. Ну опять что, фашисты что ли? Полицая? Ну вопрос тяжелый, достаточно тяжелый. Судья, который принимал решение. Здесь проблема в суде, в суде, судья приняв решение освободить площадь, он не указал, что эту площадь, ну что, правительство Севастополя или там муниципальное образование, я не знаю, районам, предоставить временно жилую площадь для того, чтобы пока они могли существовать и решение этого вопроса. Хорошо. А не под опеку подавать и не на мороз выбрасывать. Вы какую-то свою кандидатуру, чтобы вы, например, где-то были от вас зависело, предложили бы на эту должность какую-то свою кандидатуру? Свою нет, себя нет. Ну кого-то бы предложили. Я, например, считаю, давайте мы посмотрим, кто у нас сегодня защищает интересы. Ну не сегодня, на протяжении, скажем так. Многих лет. Ну я знаю, Новиков. Володя Новиков, Павла этот, Павел Евгеньевич Волков, потом кого? Ну больше я пока не знаю. Это может потому, что я как бы общаюсь в этот круг общения. А так я не вижу. Согласен. Чтобы открыто вот так высказывали против даже правительства, против губернатора, да, отставили позицию по справедливости. Ну я вам скажу, что в идеале на эту должность я бы, если бы я мог бы рекомендовать, я бы порекомендовал бы Норикова. То есть Владимира, как его отчество, Викторовича. Викторовича. Да. Потому что помните, сколько было ситуаций разных их защиток предпринимателей. И что только не происходило. Мы, к сожалению, не можем рекомендовать. Ну да. Но если нас будут смотреть самостоятельно. Может быть кто-то услышит. Хотелось бы, чтобы они все-таки задумались, что происходит в городе на самом деле. Конечно. А не то, что они видят там, одели розовые очки, я уже об этом давно говорю. А они не сталкиваются с этой проблемой, думают, что их это никогда не косилось. Столкнутся. Сейчас столкнутся уже. Столкнутся, да. Ну да. Ну да. Но мы сейчас к этому вопросу еще придем.